Всем привет! Сегодня покажу, как пришивать декоративные ленты на тюль. Но это можно и на портиру, не важно. Но цель вообще показать, как можно увеличить высоту тюля, если не хватает по высоте ткани. Но сперва посмотрим стандартное пришивание ленты. Обработка низа, так как я всегда вам говорю, по ниточке. Ссылку на ролик поставлю в описании. Бока у тюли тоже обработаны, как обычно, 2 мм на тюле. И она лежит на столе лицевой стороной. Вот я хочу таким образом декоративную ленту с лошадками пришить. И так как эта лента имеет направление, я разворачиваю лошадки головой вниз. Отпариваю обязательно любую ленту, атласовую или жаккардовую. Они очень сильно садятся, поэтому предварительно необходимо хорошенько отутюжить на максимально возможной температуре. Очень осторожно. Эти ленты очень сильно садятся. Вот лошадки идут головой вверх, я разворачиваю головой вниз и подкладываю под тюль. Оставляя сантиметр на конце для того, чтобы завернуть потом внутрь. И булавочками фиксирую эту ленту к тюле около 7 мм, ну максимум сантиметр от края. Фиксирую булавочками и делаю по лицевой стороне ленты, миллиметр от края строчку. Но я показываю технику, а строчку делать не буду. И затем загибаем концы у ленты. Первый шов уже сделан, нам необходимо теперь заутюжить этот первый шов. То есть мы загибаем ленту на лицевую сторону, лицевой же стороны тюля. Тюль мы не разворачивали, она так и лежит на столе лицевой стороной. Мы заворачиваем теперь ленту на лицевую сторону и аккуратненько, утюжком на очень слабой температуре выравниваем этот первый шов. Разравниваем ленту по тюле, чтобы она красиво распределилась по всей ширине тюли. И прикалываем булавками и делаем строчку. Тут концы, в общем, и по всей длине ленты. Вот так обычно пришиваются почти все ленты. И пительные, и для сборки, и декоративные двумя швами. Значит, вот к низу пришита была лента. И в данном случае ваша тюль укоротилась примерно на сантиметр, но не удлинилась. А теперь мы будем рассматривать вариант, когда нам нужно удлинить на ширину ленты. Ленту можно найти разной ширины, вплоть до, по-моему, до 20 сантиметров. Поэтому всегда есть возможность увеличить высоту тюля или портьера на 20 сантиметров. И как это сделать? Вот таким образом. Теперь тюль остается также на лицевой стороне. Ленту мы разворачиваем тоже на изнаночную сторону и головой вниз. То есть, вот лошадки, голова вот вверх, вниз разворачиваем. Но в прошлый раз мы прикладывали тюль к левому краю, от нашего взгляда теперь вот на столе. К левому краю мы прикладывали около сантиметра от края и булавками закалывали. А теперь мы сдвигаем вправо тюль и закалываем булавочками, фиксируем булавочками к правому краю ленты. Но оставляем около 2-3 миллиметров от края ленты. То есть, лента немного должна выпирать за край тюли. Вот 2-3 миллиметра. Надеюсь, что на камере видно. Булавочками я закалываю довольно плотненько, тесно, потому что шов я опять делать не буду. Теперь мы заворачиваем ленту на лицевую сторону. Припуск остается под этим сантиметром. Вот, посмотрите. Теперь мы увеличили тюль, высоту тюли на ширину ленты, минус эти припуски на ленте и на тюле. После первого шва также заутюживайте гладко, ровно, чтобы прилегла лента к тюле. А затем разверните на лицевую сторону и сделайте второй шов. Зафиксируйте край ленты, а также по верху ленты миллиметр от края второй шов, который закроет припуск от тюли и верх ленты будет зафиксирован. Теперь видите, у вас лента по изнанке не закрыта тюлью и у вас увеличилась высота вашей тюли. Ну вот давайте замерим линеечкой элементарно. Значит, сама лента шириной 5 сантиметров, а у нас увеличилась на 4 сантиметра, но минус 1 сантиметр же остался выше края, то есть еще минус 1 сантиметр. Мы увеличили тюль на 3 сантиметра в высоту. А теперь непосредственно на образце с лентой, у меня такие образцы лежат, я покажу, как увеличить, уже у готовой тюли увеличить высоту. Если вы не хотите, вот так как мы только что по низу пускали декоративную ленту, если вы не хотите таким образом делать, то покажу вам два варианта, как можно снять ленту и переделать вверх. Ну и как я вам говорила, если вы не отрезаете нити на сборочке на петельной ленте, то тогда у вас есть возможность использовать эту ленту еще раз, ну и проще работать. Поэтому распускаем узелочек, развязываем этот узелочек и просто-напросто вытягиваем, растягиваем нашу сборочку и у нас получается изначальная лента. И я на этом образце покажу, как вторично использовать ту же ленту. В первую очередь распускаем складочки, затем обязательно утюжим, чтобы разгладить эту сборочку. Заутюжьте вверх тюля для того, чтобы выровнять эту всю сборку. Это получится одним разом, не надо будет потом выравнивать отдельно тюля и отдельно ленту. И работать так легче в любом случае. И необходимо наши два шва распороть. Сперва нижний шов я уже отпорола, теперь верхний шов нужно разобрать. И утюгом выровнять эти заутюжки все. Вот у нас лицевая сторона. А если мы хотим увеличить высоту тюля за счет ленты, то разворачиваем ее на изнаночную сторону. Заворачиваем так же, так как мы используем ту же ленту, заворачиваем так же, как и было за обороты на краях. Для того, чтобы нам хватило по длине нашей ленты. Отмечу, что я использую ту же самую ленту. У нас все останется так же, только увеличится высота. Вот и теперь не по лицевой, как стандартное пришивание, как в предыдущем ролике мы пришивали стандартную ленту. А по изнаночной стороне тюли я прикладываю нашу ленту петельками вверх. Ну, то есть на меня, чтобы смотрели петельки. Но они должны быть на дальней стороне от тюли. То есть получается наверху тюли. Потому что тюль мы крепим сейчас вот снизу от петельной ленты. И фиксирую припуском где-то 1 см, ну, можно 0,7 мм, к самой тюли. Фиксирую эту ленту. Таким образом, чтобы максимальная ширина ленты у меня осталась выше тюли. И за счет этого у меня и увеличится высота тюли. Ну, теперь подготавливаем булавочками, фиксируем вот этот первый шов, который будем делать. Обязательно убедитесь, что петельки на этой стороне, на изнаночной стороне тюли. Как и в прошлый раз я говорила, предупреждаю, что вначале люди делают ошибки. И либо путают, ставят петельки снизу, либо путают по изнанке, их прикладывают. Обязательно убеждайтесь перед тем, как пришивать, чтобы не делать лишнюю работу. И на этот раз этот нижний шов по низу петельной ленты я сделаю на швейной машине. Затем покажу два метода, как закрыть эту ленту так, чтобы это было непонятно, что вам не хватило ткани. Вот я делаю эту строчку по нижнему краю петельной ленты, миллиметр от края. Удобнее делать ее по стороне ленты, конечно же. Ну вот, мы пришили ленту к тюле, и у нас увеличилась высота. И если у вас ниша или широкая банда, где прячется, это вы можете даже так же и повесить. Ну, просто предварительно проаверложить этот верхний край тюлю. И стянуть нити, и так же повесить опять в нише. Этого видно не будет. Но если вам нужно спрятать ленту, то есть два метода. Либо мы используем также атласную или жаккардовую какую-нибудь декоративную ленту. И прячем вот этот припуск и саму ленту. Либо мы можем использовать ткань, остатки такой же ткани, если у вас есть запасы этих остатков. И вот первый метод. Самый простой. Вы покупаете декоративную ленту той же ширины, что и петельная лента. И пришиваете по низу, по верху, миллиметр от краев. Я обозначу эти швы просто булавочками, но делать строчки я не буду. Тут, где я фиксирую булавочками ленты между собой, вы сделаете строчку по лицевой стороне, миллиметр от краев, чтобы она очень аккуратно и красиво смотрелась. В данном случае эта лента очень пестрая, поэтому верхнюю нить я возьму мононить, а нижнюю стандартную белую сто двадцатку. Ну вот, значит пришита тюль снизу и надо скрыть ленту под такой же тканью. Нам нужны остатки ткани. Вот если лента пять сантиметров, нам нужно 15 сантиметров шириной покроить по ниточке, как я вам рассказывала и показывала. И прикладываем вот эту ткань в верхние края, фиксируем просто булавочками к столу, прикладываем их впритык к верхнему краю ленты. Это все делается, вот это прикладывается по лицевой стороне. Мы закрываем спереди нашу ленту тканью. И вот тут встык, как раз где был первый шов сделан, мы сделаем ровно по первому же шву, сделаем второй шов. Их, конечно, можно было бы соединить, но это гораздо сложнее. Это нужно было бы первый слой булавками сцепить, потом второй слой тоже к первому слою сцепить. То есть я предпочитаю сделать сперва одну лишнюю строчку. Обычно мы пришиваем ленту двумя строчками. В этом случае получится, что нам нужно сделать три строчки. Поэтому я булавками фиксирую второй шов, который мы будем делать вот этот. И делаю этот шов, он трясется в камеру, делаю этот шов ровно, прямо над тем предыдущим швом, первым швом, по стороне ленты. Чтобы выглядело, как будто это один шов. Вот второй шов идет прямо поверх первого по краю ленты. Булавочки удаляю. И эти 10 см, которые у нас снизу, сверху вот 5 см, полностью прикрывают ленту. А 10 см снизу мы полностью заутюживаем наверх. Выравниваем эту линию, загиб, заутюживаем гладенько. Вот, это у нас нижний шов, который фиксирует ленту. И теперь третий загиб, да, у нас же 15 см, это 3 раза ширина, умноженная на 3 раза. Так вот, третью часть этой ширины мы заворачиваем прямо наизнанку, фиксируем булавочками и краешек заутюживаем утюжком. Это как бы, чтобы у нас была ровненькая ширина, не нужно линии делать, а просто утюгом заутюживаем. Нам ничего не нужно отмечать, так как ширина идеально вот получилась 5 см. Теперь отодвигаем ленту и эту третью ширину мы закладываем внутрь. Теперь у нас получается трехслойная тюль и не видно, особо не бросаются в глаза, не видно эти всякие соединения и припуски. Потому что, ну, конечно, наверху этих припусков почти не видно, если это карниз под потолок, скажем. Но все равно я не люблю, когда припуски видны, поэтому на трехслойной тюле припуска практически не будет видно, даже на просвет солнца. Края, конечно, закладывайте внутрь и строчкой тоже фиксируйте. Но не забывайте, нити нельзя строчкой захватывать, иначе вы не сможете потом стянуть сборочку. Вот эти края тоже фиксируем. Пот уже прострочила, края зафиксировала и вверх. Теперь нужно отучужить вверх. И можно стянуть сборочку, вдеть крючки и повесить тюль. Вот таким методом можно увеличить высоту тюли, если вам не хватает по высоте. Всем пока!